Добрый день. Мы в Бекаре много говорим и думаем об отношениях. Отношениях между собой, отношениях с клиентами. Мы пришли к четкому выводу. Дружба, основанная на бизнесе, много лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. В наши ценности мы внесли понятие ВИН, ВИН, ВИН. Почему три ВИН и кто должен побеждать? Первая ВИН – это нашего гостя отеля «Вертикаль», резидента Кавокинга «Груап», посетителя торгового центра «Смайл». Если он доволен, он платит за услуги, он возвращается, то объект приносит инвестору деньги. Он успешен. Если успешен объект и инвестор получает деньги, инвестор готов поделиться своим доходом с управляющей компанией, готов инвестировать в следующие объекты. И таким образом получается, что без того, чтобы гость отеля «Вертикаль» вернулся к нам, мы не можем привлечь инвестора и не можем получить достойное заграждение за свою работу. Как только у нас получается сделать эти три ВИН-ВИН-ВИН, у нас возникают добрые отношения и с гостями, и с инвесторами. Мы сделали клуб инвесторов, чтобы они тоже становились друзьями между собой. Они встречаются и обсуждают. Один говорит, лучше инвестировать в бизнес-центр «Станция». Там пятилетние договора аренды, там доход по расписанию, все четко. Он говорит, нет. Но отельный бизнес так сейчас растет. Костями «Вертикаль», она хоть и сезонная, и в один месяц больше, в другой месяц. Но в целом это же очень мощный, растущий такой бизнес в целом в мире. Они спорят между собой. И мы очень рады, когда они договариваются, что у каждого есть свои преимущества. И иногда договариваются, что попробуем инвестировать в мою станцию, хотя раньше инвестировали в отель. А другой говорит, окей, а я инвестировал в бизнес-центр, но теперь попробую в отеле. Таким образом, отношения в современном мире – это то, что помогает нам взаимодействовать. Отношения между людьми становятся все более важными, потому что мы живем в большой деревне. Интернет сделал эту деревню. Раньше каждый друг о друге в деревне все знал. Потом люди разъехались по большим городам, и можно было много чего мошенничать. А теперь снова возвращаемся к тому, что мошенничать тяжело. Интернет раскрывает эти вещи. Все становится открытым, мы становимся на виду. И как раньше из деревни изгонялись воры, мошенники, так из бизнеса, благодаря интернету, сейчас все чаще будут изгоняться те, кто неправильно себя ведет. Так что побед вам в отношениях! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!